По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, преступников из российских исправительных колоний и тюрем перебрасывают на военный аэродром Миллерова. Там им выдают военную форму и отправляют в зону боевых действий. В сети появилось видео из-за исправительной колонии. Ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, лично вербует осужденных за тяжкие преступления на войну в Украине. Как обсуждают это видео в России и что на сегодняшний день известно о вербовке заключенных, смотрите далее. Эту колонну из автозаков сняли местные жители в Тамбовской области. Сообщили, что она двигалась в сторону военного аэродрома. Из-за проблем на фронте в Украине и нехватки живой силы, скрытая мобилизация заключенных стала одним из способов пополнения российской армии. Я представитель 5-й военной компании, наверное, слышали, чувака Вагнер называется. Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее близко не похожи. Что нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. С 14 сентября по телеграм-каналам стало распространяться видео, где человек, внешне похожий на олигарха Евгения Пригожина, которого считают близким другом Путина, вербуют заключенных. Как выяснили BBC, это видео снято в исправительной колонии номер 6 в республике Марий-Эйл. Вербовщик из Москвы обещает обеспечение военной формой, обувью, оружием и зарплату в 100 тысяч рублей. Тех, кто выживет после полугода службы, помилуют. С начала лета вагнеровцы уже посетили около 35 российских колоний и смогли завербовать 10 тысяч человек, утверждает Ольга Романова, основатель фонда «Русь сидящая». Он посещает колонии, пока самая восточная из которых – это был Татарстан. Он не идет на Урал по неизвестной мне причине. В общем, уже 10 тысяч, и это не предел в Центральной России. Если он пойдет на Урал, где наибольшая концентрация зон, сколько угодно. У нас 600 тысяч заключенных сейчас чуть меньше. Если учесть тех, кого выбраковывает, да хоть полмиллиона. Ольга Романова, правозащитница, основатель фонда «Русь сидящая», в интервью настоящему времени. В комментарии радио «Комсомольской правды» Пригожин свое участие в вербовке не признал. Затем в телеграм-канале, который связывает с олигархом Пригожиным, появился пост о необходимости привлекать заключенных для участия в специальной военной операции на территории Украины. Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами. Из телеграм-канала «Кепка Пригожина». Евгений Нужин, заключенный из Рязанской исправительной колонии номер 3, в интервью на ютуб-канале журналиста Юрия Бутусова, рассказывает, что к ним в июле тоже приезжал Пригожин. Вербовал поехать воевать в Украину. Согласились 92 человека. Он один из них. 2 сентября он попал на фронт в составе группы для вывоза раненых и убитых. 4 сентября завербованный заключенный сдался в плен украинским военнослужащим. И принял свое решение давно. Сидя там еще. Потому что не Украина напал на Россию, а Путин напал на Украину. А у меня, я же не могу воевать здесь, у меня же родственники живут, у меня дядька здесь живет, в западной Украине, сестра, дочь. 14 сентября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в состав российского 3-го армейского корпуса набрали тех, кто имеет наркотическую и алкогольную зависимость. А в колониях Тульской области вербовщики обещают заключенным снятие судимости в обмен на трехмесячную службу. Однако никаких контрактов с согласившимися не подписывают. Третий отряд, все ровно. Пацаны, не гоните за нас. У нас все нормально. Не слушайте всякое дерьмо, которое льют в уши. Здесь все нормально. Война, базара нет. Так что давайте, кто хочет, сюда к нам врезают. Все будет огонять. Законность вербовки заключенных на фронт стала топовой темой среди россиян. Если в России будут снимать говно-аналог неудержимых или отряда самоубийц, то видео с эпизодом вербовки пригожиным зэков на войну можно смело вставлять в этот шедевр. Николай Полозов, российский адвокат в Фейсбук. Нашлись и те, кто поддержал такую вербовку. Ведущая Первого канала Анастасия Кашеварова, бывший советник председателя Госдумы, считает. Заключенные имеют право воевать за страну, тем более слишком много у нас сидельцев. Из-за мешок картошки сажают. Вряд ли выпускают педофилов и серийных маньяков. Пригожин мужик ответственный, я ему доверяю. Он за каждого из них будет нести ответственность. Анастасия Кашеварова, журналист Первого канала, в Телеграм. Обещанная амнистия заключенным взамен на участие в войне против Украины незаконна, так как это прямое нарушение прав жертв преступлений, считает правозащитник Павел Лисянский. По его словам, в России еще нет опубликованных официальных документов, которые бы позволяли мобилизовать специальный контингент. На сегодняшний день это можно трактовать как нарушение законодательства Российской Федерации и прямая политическая коррупция со стороны действующего режима. Потому что, еще раз повторю, нет законодательных механизмов просто так брать и выпускать заключенных, для того, чтобы они что, на территории другой страны принимали участие в военной агрессии? Нет. Я допускаю, что, скорее всего, есть какой-то секретный указ, который не опубликован, на основании чего Пригожин и действует. По словам Лисянского, озвученная цифра 10 тысяч завербованных российских заключенных вполне реальна. По его данным, в тюрьмах, которые находятся на территории временно оккупированных отдельных районов Луганской и Донецкой областей, уже завербованы 1800 заключенных. И, вероятнее всего, эта цифра будет расти. Наталья Белокудря, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom. Сейчас с нами на связи Ольга Романова, директор фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, стало интересно, как же объясняют для обычного населения, граждан России, вот такую тенденцию. Само видео Пригожина и приглашение людей, которые находятся в местах не столь отдаленных на войну. Один из блогеров, который, понятное дело, поддерживает так называемую специальную военную операцию, и говорит, слушайте, ну в этом же вся Россия. Шансон, понятия, покайф, вот эти все дела, это же, это и есть мы, это и есть Россия. Исходя из этого, вербовка заключенных на войну выглядит более чем логичной. Как вы можете прокомментировать подобное заявление? Ну, во-первых, шансон, это вообще музыка французская, но об этом речи, естественно, не идет. Почему именно такое объяснение? Просто такую интерпретацию встречал не единожды. Нет, ну, конечно, Россия, страна тюрьмоцентричная. Нет ни одной большой русской биографии, я не говорю хорошей, я говорю большой, русской биографии без тюрьмы. Ну, начиная от великой русской литературы, там, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, каторга, тюрьма, ссылка, все это было. Там, не знаю, Чернышевский, Чехова не брали, так он, значит, сам поехал на каторгу. Ну и так далее. Дальше Ленин, Сталин, и пошло-поехало. Потом уже Солженицын, Бродский, но сейчас Навальный, Яшин, Карамурза. То есть большой биографии королев без тюрьмы не получается. Ну и я бы сказала, смотрите, вот Путин, он же очень тоже тюремный человек. Он разговаривает на этом языке, и в тюрьме его прекрасно понимают. И в России считают, что говорить на этом языке – это такой вот кул, да, то есть ты с народом. Поэтому считается, да, что в Зейке там, вот, конечно, есть соль земли. Одно плохо, да, что вот этими, в общем, тому, что людям, которые совершили преступление, дают в руки оружие, отправляют на территорию другого государства, без всякого решения суда, без объявления войны. Все-таки давайте вспомним, что войны-то там спецоперация, да. Это, конечно, полностью отменяет, полностью отменяет такие понятия, как преступление и наказание. Больше таких понятий не существует в России. Не существует такого понятия, как суд. Он был плохой, он был коррумпированный, он абсолютно был весь в подчинении у ФСБ и у властной администрации. Но он был. А сейчас вообще этого нет, да. С судом даже не вытерли ноги, не ноги, да, другое место вытерли судом. Поэтому это все, конечно, обернется против России, потому что мы понимаем с вами, что судебная система – это страннообразующая система. Мы понимаем с вами, что понятие преступления и наказания образуют вообще государственные ценности, потому что это имеет отношение и к справедливости, и к любым, к безопасности, ко многим, ко многим базовым ценностям. Эти вот базовые ценности и базовые страннообразующие институты, этим самым в России полностью, конечно, отменены. И можно сколько угодно рассматривать о том, как это здорово, что зэки идут на войну. Ну, ребят, это все на очень и очень долгие поколения вперед скажется. Насаждение правового унигилизма. Ну и плюс ко всему, зная прекрасно эту систему, прекрасно зная эту систему, и хочу вам сказать, что, безусловно, под эту сурдинку на воле окажутся и очень опасные преступники просто за деньги. Потому что никто не может проверить начальника зоны, сколько там записалось у него добровольцев воевать, 100 или 102. И где вот эти двое, например, которые просто выпущены за деньги под ближайшим кустом? И что они могут сделать? В дополнение к вашим словам по поводу Путина, системы, зоны и прочего, как-то господин Куваев, создатель сериала «Масянь», говорил, что Путин вырос среди гопников, поэтому нужно это учитывать. Собственно говоря, так вот он свою политику дальше и развивает. Но смотрите, вопрос. Если мы уже говорим о пропаганде российской, о подаче, а кто это все видео с господином Пригожиным снимает? То есть, возможно, это какая-то спланированная акция, это специально, хотя у Пригожина это отрицают все. И более того, приезжает рекрутировать, да, не кто-то из его подручных, а Пригожин. Абсолютно. Повар Путина, бизнесмен, предполагаемый основатель ЧВК «Вагнер». Ну, то есть, у него же есть 100% правая, там, левая рука, не знаю, какие-то помощники, что ли. А тут Пригожин лично приезжает. Съемка, да, исходя из того, что попадает в интернет, съемка довольно-таки открытая. То есть, это не то, что как-то где-то издалека снимали какой-то сверх какой-то камерой, с укропнением масштабным. То есть, человек встал напротив с телефоном и снимает. Что вы думаете? Во-первых, конечно, это его съемка, да, его людей, безусловно. И пошла, собственно, эта съемка в публику, в народ, пошла она именно от телеграм-каналов, которые так или иначе связаны с Пригожиным. И посвящена она нескольким вещам, эта запись. Во-первых, он пиарит свою вторую звезду. Раньше у него была одна звезда, и вот он сейчас появляется с двумя звездами. Одна звезда – Героя России, которую мы уже видели, то есть, этим летом. Не то, чтобы мы видели, заключенные о ней рассказывали, и никто не верил, что как Пригожину, что секретным указом дали Героя России. Ну, видимо, дали. И вторая появилась рядом звезда, очень похожая на Героя России, поэтому многие говорят, что он дважды Герой России, но похоже, что это какая-то лугандонская побрякушка. Ну, просто-просто рядом это носит, и ему, видимо, захотелось это продемонстрировать всем-всем-всем. Во-вторых, он демонстрирует всем, что он любимец Путина, что Шойгу не справляется, армия не воюет, а вот он с зэками, и он может все. Он может приехать в большую зону и забрать оттуда сколько угодно людей. И это вне закона, но ничего ему за это не будет. А еще он может без суда и следствия расстреливать. И он об этом говорит. То есть к вам приехал Бог, выше которого только Путин Владимир Владимирович. Это значит тоже. В общем, такой пиар, который дорогому стоит. Ну, и в-третьих, сразу после этого широко разошедшегося видео, вагдовцы стали приезжать в зоны, и уже понимая, что люди уже все посмотрели, все знают, говорят так, если вы не поедете с нами сейчас добровольно и за деньги, через два месяца будет мобилизация, и вы поедете недобровольно и без денег. И, конечно, хочется мне сказать, что это часть рекламной кампании Пригожина, но это выглядит как часть рекламной кампании Пригожина, чтобы записывались побольше и побыстрее. Однако в современной России вообще все может быть. Вообще все, что угодно. Поэтому нельзя отрицать, что через неделю или через полгода будет вообще всеобщая мобилизация. Ну, мы этого не знаем. Что в голове у Путина, что в голове у таракана, что в голове у блохи. Мы не знаем, мы люди. Также прокомментировать хотела бы услышать ваше мнение по поводу того, что было за обращение правозащитников. Они обратились к Генеральному прокурору России за разъяснением оснований вот этой отправки заключенных на войну. Письмо они опубликовали на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его подписали шестеро членов этой организации по правам человека при президенте России. И давайте услышим часть из этого письма, из этого обращения. Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие преступления, направляются в Украину участвовать в специальной военной операции. Освободить заключенного, не отбывшего срок заключения, возможно по следующим основаниям. Помилование указом президента РФ, амнистия, постановлением Государственной Думы, условно-досрочное освобождение, решением суда. В связи с вышеизложенным просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности. Из обращения членов правозащитного совета по правам человека при президенте России. Тут два вопроса. Что же им ответят? Как это могут разъяснить? И могут ли, согласно законодательству, на что-то же нужно ссылаться в этом ответе? Второй момент. А правозащитников после такого обращения иноагентами не объявят? Ну, вы знаете, после обращения Аллы Борисовны Пугачевой вчерашнего, когда она призвала Минюс себя назначить иноагентом, я думаю, что все с еще большим удовольствием станут иноагентами, просто в лице, в состав порядочных людей. Что касается ответа прокуратуры, я ставлю, но их там нет. Все-таки любимое вот это, вот их там нет, я думаю, будет вот так. Не будет прокуратура признавать, так же, как и в СИН сейчас не признает, что тысячи заключенных уже воюют с оружием в руках, и Пригожим может сколько угодно показывать ролики, показывать заключенных уже воюющих, мы можем рассказывать сколько угодно уже об убитых, о раненых, сдавшихся в плен, обижавших. Вы все врете, их там нет. Я думаю, будет такой ответ. В социальных сетях, не буду говорить, какой телеграм-канал, распространяли по каким именно статьям. Иногда берут заключенных, это статья 105-е убийство Уголовного кодекса Российской Федерации, 111-е, это, по-моему, разбойное нападение. Синетяжные повреждения. 161-е, это грабеж. И 162-я, там же близка в том числе. Правда ли то, что вот эти основные статьи, они в том числе рецидивистам, если не ошибаюсь, также идут? Правда, что рецидивистов в основном берут в первых, чуть ли не в первых рядах, в эти штурмовики, как говорит Пригожин? Ну, это отдается предпочтению. Он об этом говорит, что он отдает этим статьям предпочтение. И желательно, чтобы убийство было не бытовое, а вот человек, чтобы был киллером убежденным. Ну, я хочу сказать, что очень тревожное сообщение. До нас дошли из саратовских зон. В Саратове очень тяжелые зоны. И вот там в одной из зон, из одной из зон, там призваны, не как призваны, завербованы два маньяка, один из которых, один, не оба, один из которых, у него каннибализм в Манамнезе. Шикарная новость. Сколько вот подобных рецидивистов из ВСИНа, в принципе, можно выдавить? Сколько хотите, потому что сидит у нас порядка 600 тысяч человек. Как показывает вот наше наблюдение за два с половиной месяца, что идет вербовка заключенных, можно снять по 4-5 урожаев с одной зоны. В одной зоне обычно сидит 1300-1500 человек. Если убрать, собственно, больных и тех, кто там не хочет идти категорически по политическим причинам, вряд ли его возьмут, потому что растление общей массы очень опасно, то хоть полмиллиона, сколько угодно. Если говорить не о вот таких людях, для которых каннибализм не чуждо, а говорить об обычных людях, да, там, ну, есть. Есть разные ситуации, как люди, мне вам рассказывать, вы об этом можете больше говорить, как люди попадают в тюрьму, совершают иногда те поступки, которые они совершают. Есть же люди, которые там не убивали, да, совершали грабежи, но, возможно, сложилась так ситуация. В чем их мотивация идти на войну? Ведь тут же понятно, твой конец, он будет месяц, может, два, а может, неделю, ты погибнешь. Это 100%. А вы знаете, они очень часто ищут смерти, потому что жизнь в русской тюрьме настолько ужасна, вот ужасна не потому, что там грязно, холодно, голодно, да, а потому что она унизительна, и это часто пыточные условия, вот то, что мы в очередной раз вот сейчас увидели в ужасе, да, в Изюме, вы думаете, они только к украинцам так, они же их садим себе так же. Это вот этот вот садизм, он же в крови у этих так называемых силовиков, да, у этих тюремщиков. Ведь почему такой ужас был в Буче? Да потому что там были, вот эта часть была из города Рубцовска, Алтайского края, где нет ничего, только шейзун. То есть вот эти парни, да, даже не парни, эти мрази, которые были в Буче, это же оттуда, это же из семей тюремщиков или сами тюремщики, вот это они, это они. И я уверена, что изюмский ужас, это тоже оттуда же. У нас же все ненавидят друг друга, и все пытаются применить швабру, да. А русская тюремня это особенно распространено, особенно, и люди пытаются вырваться хотя бы на смерть, только чтобы там не оставаться. Многие подспутно ищут смерть и пытаются вырваться из этого круга. Они же не нужны никому, и на свободе тоже. В чем, Путин опять всех переиграл, да, в чем гениальность этого плана Путина, вот этого нынешнего с заключенными? Он же еще тем самым утилизирует вообще ненужную ему часть населения, которая отнимает только время и заботы, да, у полиции, у прокуратуры. Он заодно утилизирует эту часть населения, которая никому не нужна вообще никому, прежде всего ему. Еще какая-то часть заключенных идет же ради денег. А большая ли часть? Вы знаете, заключенные идут не ради денег, именно спасаясь от этого. Вот родственники хотят денег. Вот родственники хотят продать своего человека подороже. Вот это тоже удивительно. Матери, жены, сестры, да, их интересуют деньги. Впервые. Не впервые, когда родственники толкают своих мужей, ты же там, айфон привези мне, может там стиралка, еще для ребенка надо там велосипед. Толкают непосредственно, вообще не отдавая себе отчет, не задумываясь, что я, конечно, верю, что все оставшиеся в живых будут судимы по законам военного времени. Мотивации говорят у самого Пригожина, что он говорит, что не нравится отправлять своих детей на фронт. Так прокомментировал основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Видео вербовки российских заключенных, которое недавно появилось, которое мы видели. Соответствующий комментарий появился на странице компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину. Давайте послушаем этот комментарий. Если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка. Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и, в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами. Евгений Пригожин, российский бизнесмен, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину. Как раз в продолжении тех слов, которые вы, Денис, как раз и обсудили по поводу родных. Как такая мотивация? Вообще, в принципе, как вам такая мотивация, так мотивировать? И срабатывает ли она именно с такими аргументами? Вы знаете, удивительно, она срабатывает. Она действительно срабатывает. И очень мало кто пожимает плечами и говорит, а может, не воевать просто? А может, просто никто не будет воевать, а как-то будем строить свою страну и не лезть к другим? Но я думаю, что просто об этом уже поздно говорить, что значит не воевать. Уже просто... Это уже, к сожалению, не обсуждается, что значит не воевать. И мне очень хотелось, чтобы отступление российских войск хотя бы так чуть-чуть вернуло кому-то мозги на место. Нет. 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 Вы знаете, Ольга, мы сегодня говорили, в том числе с представителем, спикером прокуратуры Харьковской области, о таком аспекте, как вот возвращение всех этих преступников, которые убивали украинцев в Изюме, домой. Ну, то, что приехав домой, они с собой привезут не только стиралку, но и еще кровь на руках, скажем так. А что после? После войны для зэков, для заключенных? Что они, если выживут по понятным причинам, что они везут обратно в Россию? Конечно, конечно, назад в Россию привезут новые убийства и новые преступления. По одной простой причине. Вот у Пригожина в этой речи, вы видите, есть монтаж. Там много чего на самом деле ушло из того, что он говорит обычно, от важного до неважного. Из неважного, например, то, что он обещает заключенным, что на передовую при случае совершения подвига на самолете им привезут жену или мать. Понятно, что смешно. А из важного, например, ушло то, что он еще говорит заключенным, а если вы по возвращению через полгода уже свободным человеком совершите еще преступление, вы его снова сможете смыть кровью. Давайте, давайте. Но это сигнал не только для осужденных, для заключенных, но и для всех остальных. Вы раньше боялись тюрьмы, боялись совершать преступления, а теперь можно, тюрьмы не будет. Все больше и больше раздаются сообщения из российских СИЗО. Уже из СИЗО начали вербовать в частные военные компании, уже из СИЗО. Мы раньше встречали, летом нам рассказывали в Подмосковье, в СИЗО забирали подследственных, а теперь вот уже сообщения идут, что вербуют бригадами по характеру дел. Вот один из телеграм-каналов в крупных написал сегодня о вербовке хакеров, сидящих в тюрьме. В общем, я понимаю, я понимаю, почему это происходит. Ольга, перед нашим с вами разговором в телеграм-канале можем объяснить популярным. Довольно появилось, возвращаясь к теме, как происходит сам процесс, законный, как это можно назвать даже. Можем объяснить, вот такое рассказали, отправка зэков на войну в Украину, есть такие объяснения для ликитимизации этой практики. В СИН, Федеральная служба исполнительного наказания для наших зрителей, подписывает специальные договора с ЛНР и ДНР, псевдореспубликами. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ.нет», рассказал о существовании этих документов. Как происходит? Перед отправкой на фронт заключенный подписывает документ об ознакомлении с этим соглашением. Кроме того, подписывают заключенные бумаги, позволяющие российским властям при необходимости объявить их беглыми. Последнее необходимо в случае гибели на фронте. А также ходатайство о переводе в ОФСИН Ростовской области. Еще один аспект это этапирование для участия в производстве для производства следственных действий по линии СК и ФСБ, скажем так. Вот это вот такой аспект, который в принципе может же узаконить отправку заключенных на фронт. Ведь российская власть признала так называемые группировки ЛДНР и все уже шито-крыто. Ну нет, конечно, не шито-крыто, потому что опять же мы говорим о том, что решение суда должно быть, никаких решений судов не было. Во-вторых, слушайте, это настолько все фантазийно. Мы уже знаем несколько образцов бумаг, которые подписывают заключенные и предправка на фронт. В том числе, кстати сказать, мы видели просто напечатанные на печатной машинке, это был не принтер, это была печатная машинка, согласие заключенного о вступлении добровольно в ряды милиции ДНР. И дальше закорючка заключенного. Вот такую мы бумагу видели. Мы видели бумаги на бланке Министерства обороны, тогда как Министерство обороны наше, российское, отрицает, что вообще берут людей с судимостью. То есть бумаги самого фантастического содержания. Судя по всему, просто каждый пишет, ну не каждый пишет, предлагается писать что-то вот совсем фантазийно, люди это подписывают. Я просто думаю, какой в этом смысл, какая разница, страна и так твоя, ну я имею в виду Путина, какая разница, какие документы, ты можешь вообще их не писать, зачем этот цирк тогда, чтобы мы с вами проговорили об этом, что это просто, ну это глупо, зачем, буквально коротко. Привыкли же все что-то подписывать, в какой-нибудь бухгалтерии, в ЖЭКе, да, надо что-то подписать. Вот бумажка, я написал, конечно. Прекрасно. Ольга, спасибо вам огромное, спасибо за вашу работу. Ольга Романова, директор фонда Русь сидящая, была с нами на связи.